Лагерь брошен, хотя разрушение свежее. Похоже, я пришел слишком поздно, но... Хоть осмотрюсь на всякий случай. Следы борьбы, четкие отпечатки лап чудовища появляются сразу здесь. Значит, нападение было с воздуха. Мужчина истек кровью. Рана нанесло какое-то крупное существо, это видно по следам когтей. Горло разорвано крупными зубами. Должно быть драконит. Может, василиск. Только вот следы странные. У всех видов, какие я знаю, они чуть-чуть другие. Советую держаться отсюда подальше. Опасно здесь. Похоже, где-то рядом гнездится василиск. Именно так. С гордостью сообщаю, что именно он тут и гнездится. И я лично за ним присматриваю. Присматриваешь? Это же не зверюшка домашняя. Этот василиск убивает людей. Я попрошу, если на его территорию не заходить, никого он не убивает. Это ты повесил объявление? Вместе с солидной компенсацией. Кто ты, собственно, такой? И откуда такой интерес к чудищу? Граф Борис. К вашему слогам. Этот вид — гербовое животное нашей фамилии. Род Дисальварес веками носит регулюс плату. Семейное предание гласит, что основателя нашего рода ребенком на пожаре спасла самка Василиска, забрала его к себе в гнездо и выкормила, как собственное дитя. Чепуха. Разумеется, но прекрасная. Так говоришь, это последний Василиск? Откуда ты это знаешь? Последний представитель этого вида. Прежде их было куда больше, но они вымерли, когда выкорчевали буковые леса. То есть ты считаешь, что есть прямая связь между буковыми лесами и василисками? Опосредованное есть. В буковых лесах водились серны, а те служили основной пищей Василиска. Когда серны исчезли, они переключились на людей, и тогда появились ведьмаки. И вот осталась единственная, последняя особь — самка. Еще в прошлом году их было двое, но партнер Иокасты погиб. И Окасты? Это ее имя. Мой отец назвал ее так в честь своей покойной матери. Иокаста тогда высиживала два яйца. Но когда самец погиб, она, к сожалению, выбросила их из гнезда. Ты платишь деньги семьям жертв. Почему? Потому что эти земли были пожалованы моему роду еще княгиней Адемарты. За их границами Василиск никого не убивает и вреда никому не причиняет. Если только его не спровоцировать. А если что происходит, весь ущерб покрываю я из собственной казны. Мужей и сыновей, разорванных чудовищем, ты тоже возвращаешь из собственной казны. Этого я, разумеется, сделать не могу. Но я выплачиваю щедрое возмещение. Прошлым летом вдова Шорника получила от меня восемьсот крон. Семья несчастного купца тоже не останется в обиде. Ты знаешь, где гнездится этот Василиск? Конечно, знаю. Но вы же не думаете, что я вам скажу? Эти мечи у вас не для забавы. И я знаю, чего от вас ждать. Я и сам его найду. У него очень характерные следы. И второе тело поищу. Ты говорил, что купцов было двое. Странные выжженные пятна. Может, следы ядовитой слюны? Этот вид, похоже, очень токсичен. Не иначе. Рана, нанесенная серебристым Василиском, долго не заживает. Значит, надо запастись противоядием. Бочки разбиты. Похоже, у них и был танин. Его используют при дублении кож. Чудовище разбило бочки. Вот отсюда запах на чешуе. И оказывается, очень любопытно. Ее привлекают любые сильные запахи. Должно быть, это бочки приманили ее к обозу. Следы ядовитой слюны и разбитой бочки. Скорее всего, вторую жертву у Василиска настиг где-то здесь. Во всяком случае, теперь я смогу выследить чудовище по запаху яда и танина. Зачем ее выслеживать? Я, оказывается, под охраной. Если она погибнет, природное равновесие этого места будет надолго нарушено. И последствия окажутся непредсказуемыми. Просто не надо ее провоцировать. Не причиняйте ей вреда, и она вас не тронет. Я всегда подозревал, что они специально подманивают Василиска, чтобы он уничтожал товар. А потом требуют возмещения. Запах очень слабый. Скорее всего, Василиск поднялся высоко в воздух. Следы крови очень четкие. Страшная смерть. Вот бедолага. Снова отчетливый запах. Как я и думал, вторая жертва. Повреждений мало. Василиск, должно быть, нес его в гнездо, чтобы съесть позже. Но почему-то выронил. Интересно, почему. Я что-то слышу, но это не Василиск. Человеческие голоса. Затор, кривой! Готовьте инструмент. Чудище где-то бродит. Надо его будет приманить. А ты кто такой? Собственно, хотел спросить то же самое. Рубайлы мне нас зовут. Рубайлы? Случайно не из Кримфрида родом? Именно что? А ты откуда знаешь? Ты что за птица? Геральт из Ривии. Я ведьмак. Знаю ваших собратьев по ремеслу. Богольта, живодера, нищуку и мелкого. А, ведьмак. Богольт мне о тебе рассказывал. Ты вроде мечом неплохо машешь. Профессионал. Добро. Сделаем так. Пойдем на гадов пятером. Бести должно быть страшно ядовитое. Нам лишние руки не помешают. А награду мы уже от гильдии приняли. Так поделим по справедливости. Ну как, уговор? Господа, что я слышу? Вы собираетесь убить Якасту? Этого быть не может. Это создание под моей охраной. Если дело в награде гильдии, то я заплачу. Заплачу двойную цену. Вы не можете убить последнего представителя вымирающего вида. Заплатишь, значит? За то, чтоб мы ничего не делали? Вот это новость. Ну что скажешь, сударь профессионал? Я слыхал, это бести уже пятерых сожрала. Василиска надо убить. Вместе мы с ним быстро разберемся. После всего, что я рассказал об Якасте, вы ее уничтожите? Вы пожалеете. У меня есть связи. Все узнают, что вы убили последнего Василиска. Очень жаль, сударь Десальварес. Чудовище есть чудовище. Серебристое оно в клеточку или в горошек. Последнее или предпоследнее. Это опасный хищник, который убивает людей. Травники и алхимики вас возненавидят. Я знаю многих из них. И расскажу, что вы сам бездушный монстр. Вам наплевать на равновесие в природе. Вы им на вес золота будете платить. Утихомирьте кто-нибудь этого дворняжку. Добро, мастер-ведьмак. Как биться будем? Можем бить него из арбалетов. А ты будешь его мечом отхаживать. Или двинем на него всей кучей и вместе его завалим. Решай. У тебя опыта больше. Можете стрелять в нее. Это хорошая мысль. А? В нее? Это самка. Глядите, мужики. Вот же ученый-ведьмак. Со ста шагов умеет разглядеть, что у гада под хвостом. Добро, вы специалиста слышали. Готовьте арбалеты. Все прекрасно, только чудовища в гнезде нет. Сперва надо ее выследить. Не обязательно, Геральт, не обязательно. Мы уже провели разведку. Купцы используют танин, чтобы приманить гадину. А мы что, не можем? А у вас есть танин? А чтоб ему у нас не быть. Пожалуйста, польешь? Есть. За арбалеты! Снимем эту сволочь! Снимем эту сволочь! Снимем эту сволочь! Не отпускай его! Живее! Живее! Умийцы! Это вас! Что оно вам сделано? Остановитесь! Не убивайте мою и отдам! Уйди, твои! Не отпускай его! Второй путь! Останавливай женшую и отдам! Создавь! Благо! Не вступай! Назвишите! Вернув и отдам! Вернув! Отпускай его! 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 Отпускай его!